Есть такая тема, о которой мы ходим с короной, что сегодня практически, если говорить о входе сосед и участках для высокого уровня населения, свобода сегодня не остается. В докладе прозвучало Министерство Союзного Хозяйства о том, что Рашемухтинский, Емельяновский, Ермаковский районы, они сегодня нет возможности. В то же время, если вы посмотрите по цифрам, они были здесь обозначены, расчет на лице всех арендаторов, вышеуказан, правильно, в том числе, составляет порядка 40%. В этой связи, если мы обсуждали с губернатором, и губернатор эту тему хорошо знает, и депутатом, наверное, тоже с понятием ее поддерживает, и с министром мы обсуждали. Вообще, с понятием арендатора не используем расчет на лице всех. Вот сегодня расчет на лице всех по краю, в целом, даже по линию с проектом, составляет примерно 45%. Что это означает? В 45% мы нахватали базы, наобещали, базу закрепили, и сегодня разные крупные компании стали их владельцами. А нужно население, в том числе, малый, средний бизнес, по которому, кстати, говорим, по среднему бизнесу, Краснодарский край занимает одно из самых последних мест. Это где-то 1972-е, по-моему, было озвучено на президиуме. В этой связи возникает такое предложение к депутатскому корпусу, когда с министром мы обсуждали, создать такую рабочую группу, вообще эту тему изучить. И, может быть, выйти из законодательной инициативы. Если расчет на лице всех не врубается, то мы считаем за услугу, что они там дрова привезут, ее надо привезти в соответствие их вашестей, что они могут. Могут вырубать 30%, а на 49 лет. Значит, они пустят эту базу и берут себе. Тогда появятся свободные кварталы, которые можно будет предоставлять малому, среднему бизнесу. Которые будут в том числе обеспечивать и нужды населения. Естественно, потребуется законодательная инициатива, о чем говорили сегодня правоохранители. Где надо будет поставить вопрос, и тоже предложение поддерживается такое, создание именно рабочей группы. Где рассматривать вопрос и использования арендных баз, и условий создания аукциона для малого и среднего бизнеса. У нас сегодня выходит тот, кто миллиардер, и тот, кто купил трактор Беларусь. И тот выходит на аукцион, конечно, тот в легкую дает, и сейдок, допустим, в округе все захватил. Он выходит, раз, и дал 3 тысячи на корню. А малый и средний бизнес, фермеры, которым могли бы тоже заниматься в это время, они в это участвовать не могут. И таким образом, все соблюдается, закон таков, что все соблюдается. Но кто был бедным, кто станет нищим. Или батраком. В этой связи, вот есть такое предложение, за счет, да, этот вопрос более тщательно. И так, изучить его как бы, так, да, и выйти с такой инициативой. Второе. Сегодня не вырубают расчетную, свою расчетную на связи, пусть не вырубают. Но выходят на торги, на саму рубки. Своя ли соседа не вырублена расчетная. А там не мог участвовать представитель села, скажем так, да? Там мало, мало, среднего бизнеса. Они там не участвуют, потому что эти опять выходят. Они же свою базу не вырубают. Было бы ладно, что этот лес был у нас... Но понимаешь, что 20% древесины стареет. И выходит сегодня из этого, из, скажем так, из делового... Из состава деловой древесины. Этот вопрос, который бы сегодня позволил нам, во-первых, создать трудовую занятость, чтобы обеспечить, расширить сеть малого, среднего бизнеса. И в том числе, в том числе, я думаю, сам вопрос между Минсерхозом и Минсерхозом у нас ведет как бы так непонимание. Почему сегодня фермеры, которые летом пашут землю, осенью там, вернее, да, весной пашут, осенью пашут, там возле зерновые, а зимой трактора ставят, а не стоят? А почему бы не дать сегодня возможность фермерскому фермеру, сельхозпроизводителю, на апрельном курсе, пусть занимаются лесозаготовкой. Ну и было же раньше, скажем так, в недалеком прошлом в нашей стране. И я думаю, что это была бы, во-первых, эффективность использования технического парка, окупаемость, все оба стали крепче, и люди бы работали. Я разговаривал с сельхозпроизводителями, я знаю, что и Министерство эту тему поддерживает, сельское хозяйство. А сельское хозяйство, то, о чем мы как бы говорим, в этом направлении как раз и обеспеченность вот этого вопроса. Александр Александрович, вопрос, связанный с селом, строительством жилья. Та древесина, которую мы сегодня отпустили население для восстановления, мы бы должны строить в среднем около 7 тысяч домов в год. 7 тысяч домов. Попросили данные, сколько построено? 36. Сейчас в Китае. Я думаю, что в этом году в Китае не пойдет, но в году тут правильно опять. Мы с депутатами прошлого созыва разговаривали, эту тему затрагивали. И так, Сенович, вы хорошо знаете эту проблему, да, как юрист? Значит, давайте к этому вопросу вернемся в точке законодательного, потому что есть противоречия. Но сегодня много же меняется в сознании, и президент, и великие указы, и правительство постановление выпускает. Надо давать людям строить. Пусть строят, но мы должны знать, что они взяли этот лес и не продали его на сторону. Сегодня в круглый лес мы перестанем продавать. Тогда, наверное, сегодня у нас там 1300 примерно в крае предприятий деревообработки. Примерно 1300 где-то так с небольшим калибрицем. Но ведь можно сегодня как-то этот вопрос запомнить, чтобы на уровне тот, чем опять говорят правоохранители. Мы же понимаем, откуда сегодня киневая телегрессивна появляется. Не будут догоняться работники АБЭКТом, летать на вертолетах, выявлять все эти вопросы, значит, так куда что ушло. Да, сами будем контролировать. Вот этот раздел, то, что вы ставили, с вашего позволения, еще минуту. Вопрос связан с тем, что министр озвучил здесь по пожарным делам. Я просто хочу... Виталий Александрович, поддержите, пожалуйста. Я почему так говорю, потому что... Вот цифра озвученная была в докладе. Мы в год вырубаем в среднем 150 тысяч гектаров. Подумайте, у нас за прошлый год сгорело 3... Какое 3? 6... 6 годовых... В расчетных лицосе. Мы говорим, надо дать или не надо дать 60 миллионов. Я думаю, этот вопрос вообще не дискуссий, понимаете, да? Понимаю, что сегодня каждый кубометр на корню стоит примерно... 10 долларов в среднем расчете. Мы тут считаем, а этот не учитываем. Потому что просьба такая к министру, как бы так, да? Дать обоснование. Потому что когда мы говорим, надо купить 10 бензопил, как бы так. При Кузнецове, когда закуплены пожарные, помните, 600... Ну, кто давно депутатов знает, наверное, вот так, да? Было закуплено 600 установок для районов. И это до сих пор они, как бы, тушат на все так. И в прошлом году первые шаги были сделаны. Если поддержите сейчас, как бы так, да? Министр противокамеры. Обязательно нужно поддержать, понимаете? Не просто поддержать, а прямо взять им за кост эту инициативу. И тогда у нас, наверное, понимаете, нам нельзя быть хуже, чем в прошлом году. Это уже точно. И просьба будет в этой связи к министерству сельского хозяйства. Сегодня мы понимаем, что чужие деньги считать грешно. Значит, так, ну, 6 миллиардов выделено, как бы так, сельхозпроизводителями. Но очень трудное и важное государственное дело. Но будет правильно, если сегодня, давая эти инвестиции, чтобы те, кому дают, чтобы они приобретали, в том числе, с регустраторами и пожарные автомобили. Мы разговаривали с Данилом Николаевичем на эту тему. Потому что нам надо пожар, пожары приходят в село, идут из села, беречь и границы, кто виноват. Понимаете, да? И вот когда, если Минлескос будет вооружен, Министерство сельского хозяйства, и мы понимаем, что и полыше еще надо. Но тогда, когда пожарная машина будет обеспечена, и МЧС не возражает при наличии должной безопасности создания условий. Я думаю, что это позволит нам как раз в этой связи и перешагнуть этот болезнь. Продолжение следует...